Солнце припекает за окном стабильный плюс, а значит не за горами купальный сезон. На пляже сок шинник, всё готово к комфортному отдыху. Водолазы обследовали дно акватории. Здесь же дежурят спасатели. Установлены душевые и туалеты, мусорные контейнеры и питьевые фонтанчики. Можно взять на прокат шезлонг. За час просят рубль. Посетители и отдыхающие даже купались и загорают. Смотрю, много приходит из города здесь. Здесь сама природа чудесная. Вид вот здесь вообще. Мы утром приходим даже вот просто подышать. Сесть и подышать. Пляж у санатория имени Ленина тоже готов принять отдыхающих по высшему разряду. В этом году благодаря заводу тракторных деталей и агрегатов здесь провели масштабный апгрейд. В душевых коврики и современная сантехника. Ополоснуться после купания можно под стационарным дождиком. В каждой кабинке скамейка. Переодеваться стоя не придется. Питьевые фонтанчики управляются ножной педалью. Радуют глаз и новые трибуны. На основной 200 посадочных мест. На дополнительной 100. Современная площадка для пляжного волейбола – одна из лучших в стране. Сюда завезли полторы тысячи тонн песка. Для судей оборудовали ложу с навесом. Любители активного отдыха, несомненно, оценят качество и комфорт. Также на зонах рекреации, как правило, организована торговля, включая продукты питания и прохладительные напитки, которые также не выпадают из-под нашего контроля, где мы проверяем качество и безопасность продуктов питания, а также документы, сроки годности и условия хранения. Для плавания горожанам доступны центральный и пляж в Приберезенском микрорайоне. Можно будет позагорать и на Форштадте. Но погружаться в воду там категорически запрещено. Максимальный штраф за нарушение – 111 рублей. Однако это ничто по сравнению с ценой человеческой жизни. С начала года в стране утонули 115 человек. Те места, которые не предназначены для купания, они, во-первых, не оборудованы, во-вторых, опасны в плане того, что под водой находится множество предметов, которые могут повлиять на здоровье, а то и жизнь купающихся. Поэтому милости просим на наши пляжи, где ровный, спокойный вход в воду, нету никаких ям, никаких выходов в грунтовых вод, которые могут способствовать переохлаждению. За чистотой и порядком на пляжах специалисты будут следить все лето. В наших же силах сделать летний отдых безопасным. Ни в коем случае не плавать в состоянии алкогольного опьянения. И, конечно, присматривать за маленькими детьми. На этой неделе столбик термометра поднимется до плюс 26. Так что самое время примерить новый купальник и купить крем для загара.